Огромное производство, по сути дела, городообразующее предприятие для Балаковского муниципального района и в целом для Саратовской области. Сегодня визит исполняющего обязанности губернатора Саратовской области Романа Бусаргина прошел под знаком стали. Он посетил металлургический завод Балакова и объекты, которые помогут развитию этой отрасли в нашем районе. Металлургическое производство развивается очень активно. По этому году 59 миллиардов рублей инвестиций, больше чем по прошлому году на 160%. Работает 2000-2400 человек, средняя зарплата 56 тысяч. Буквально сейчас с руководителями проговорили, принято решение с 1 июля увеличить зарплата на 10%. В целом, с учетом экономической ситуации, как чувствует себя металлургический? Уверена. Развивающееся производство требует и увеличения числа сотрудников. С учетом введения новых объектов, на металлургическом заводе Балакова будут работать 5000 человек. Обеспечить завод кадрами должны в том числе и местные учебные заведения, где уже сейчас получают образование будущие металлурги. Мы ведем с местными учебными заведениями активную работу с администрацией, для того, чтобы мы могли открыть, ну уже вернее, открыли эти кафедры, могли воспитать поколение, которое через три года придет уже работать здесь. Производство в Балакове не останавливается даже после введения санкций и подорожания комплектующих оборудования. Все проекты, которые были запланированы, продолжают реализовываться. Что касается импортозамещения, я знаю, что часть в рамках вашего производства импортных комплектующих. Как выходит сейчас производство? Либо мы переходим на отечественные комплектующие, либо переходим на другие страны, где есть возможность подвести нас. Более того, скоро Балаковский завод будет отправлять свою продукцию с собственного причала. Его строительство началось в минувшем году в промзоне неподалеку от поселка Радужный. Сейчас полностью готов стальной каркас причального сооружения, погружены сваи, погружены шпунты. Сейчас идет вязка арматуры и подготовка к заливке. Заливка будет в течение следующих полутора месяцев, потом выстаивание и сентябрь месяц прием первого судна с сырьем. Общая протяженность причальной стенки – один километр. Сюда планируют подвезти железнодорожные пути, чтобы можно было вагонами привозить продукцию на отгрузку прямо с завода. Новый вид продукции – 100-метровые рельсы, иначе как по водному пути до потребителя не доставить. Планируем в рамках четвертого причала организовать площадку большей грузоподъемности с нагрузкой 60 тонн на квадратный метр как раз для перевалки с верхнегабаритных грузов, которые в бассейне Волги, но в принципе нет таких сооружений. Металлурги говорят, все проекты, в том числе и строительство причальной стенки, идут точно в срок. От этого зависит и выполнение обязательств перед получателями продукции. Уже сейчас известно, куда и когда отправится первое судно с Блаковской сталью. Будет производиться отгрузка готовой продукции в рамках речного сообщения. Да, планируется первое суда отправить на Москву. Для этого сейчас в Москве вырабатывается ряд площадок, для того, чтобы была возможность выгрузить и далее, и хранить, и продавать. Но справимся с задачей, то успеете? Конечно. Металлургическая отрасль начала развиваться в Блаковском районе сравнительно недавно, но уже выходит на лидирующей позиции по инвестициям, количеству рабочих мест и уровню зарплаты. Поэтому химикам, строителям и энергетикам придется потесниться. На новой стеле, которая будет встречать гостей города на въезде в Блаково, разместят еще и металлургов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова